Ремонт моста Саратов-Энгельс идет полным ходом. Дорожники обещают к середине июля пустить общественный транспорт по отремонтированному участку. У специалистов другие прогнозы. Ученые считают, этого ремонта хватит ненадолго. И мост уже через несколько лет придется снова закрывать, снимать потрескавшийся асфальт и укладывать новый. Всему виной нарушенная технология покрытия, которую почему-то предпочли чиновники. Случайно или намеренно ответ в нашем первом материале. Видно, что нанесен слой мастики, потом идет слой обычного асфальта бетона, в данном случае недоуплотненного, и слой литого асфальта бетона. Это, по словам специалистов Академии транспорта, идеальный образец мостового перекрытия, а точнее асфальта, который был уложен еще несколько лет назад на мосту у села Престанное. Тот, что появится на ремонтируемом мосту Саратов-Энгельс, другой. Неправильные, говорят ученые. Они изменили конструктивное решение. Полотно должно иметь толщину 70 мм. Здесь, как они заявляют, это может быть либо 110, либо 150 мм, но это все равно превышение, и все равно это выходит за рамки конструктива в проектном решении. Это, по словам специалистов, значительно утяжеляет и без того хрупкую конструкцию моста, почти на 6 тонн. Для обрушения, правда, этого недостаточно, однако получить от чиновников ответы на вопрос, для чего изменили структуру и увеличили количество материала, ученые не могут. Мы вопросы задавали заместителю председателя правительства Саратовской области разделкину, министру дорожного хозяйства Саратовской области Николаю Николаевичу Чурикову. Мы ответов на это не получаем. Но, по словам чиновников, все работы на мосту ведутся согласно действующим нормам, и никаких отклонений нет. У нас есть проектная документация, она утверждена, она согласована, конструкция дорожной одежды утверждена, она согласована, и мы отвечаем за то, что мы делаем и за то, что мы говорим. Говорят, прослужит дорога долго. В качестве примера приводят улицы с аналогичным покрытием. Московская, Затонская, проспект 50-летие октября. Их же в пример приводят ученые, правда, не совсем в положительный. Говорят, на многих участках слой асфальта снизился почти на 40 миллиметров, хотя по нормативу в год износ не должен быть больше одного или двух. Так, на проспекте 50-летие октября в некоторых местах уже появились трещины и ямы. А речь шла об идеальном состоянии на десятилетие. Правда, сколько продержится покрытие на мосту, чиновники утверждать не берутся. Как только они заявят о сроке службы, технических решений по ездовому сплотну, сразу станет ясно, что это уже и нерационально с точки зрения цены и качества. Зачем делать дороже со сроком службы в два с половиной раза меньше. Пока все гладко, но продлиться это, по словам ученых, недолго. Через пару лет, по их прогнозам, на ровной дороге появятся трещины и ситуация повторится. В бюджете снова будут искать деньги на ремонт полотна и встанет вопрос о повторном закрытии моста. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.